Наша песня хороша, начинай сначала. Венгрия опять противится инициативам Европейского Союза. Разногласия снова в вопросе Украины. Орбан банально, я думаю, начинает торговаться. Как это он делал, кстати, в вопросе санкций. На встрече министра финансов в Брюсселе Венгрия заявила, что не поддерживает подготовку анонсированного ранее пакета финансовой макропомощи для Украины. А без всеобщей поддержки всех стран-членов ЕС такие решения не принимаются. В перспективе вот эта ситуация с Орбаном, с Венгрией, что постоянно приходится торговаться с Орбаном, давить на него и постоянно иметь дело вот с этим венгерским, извините, инфантрибль, непослушным и плохим ребенком. Ну это образное выражение, но ситуация очень уж как бы подходит для такой аналогии. Вот Венгрия ведет себя не как европеец, вопреки европейским ценностям, европейским стандартам, создает проблема постоянно для общей европейской политики и внутри ЕС, и во внешней политике Евросоюза, в частности по отношению к Украине и по отношению к России. Вот с этой проблемой что-то придется делать в перспективе. А что делать? Многие европейские политики уже предлагают переходить от принципа консенсуса, то есть принципа всеобщего согласия, к принципу квалифицированного большинства. Речь идет о пакете финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро, которые помогут Украине удержать экономику на плаву в следующем году и восстановить критически важную инфраструктуру. Речь идет о примерно полутора миллиардах евро в месяц для Украины, финансируемых Европейским Союзом. Так что это дает в целом цифру в 18 миллиардов на следующий год. Это сумма, на которую тогда Украина может рассчитывать. Это стабильный, надежный и предсказуемый поток доходов. Своё решение Будапешт объясняет тем, что они для Украины и так сделали много, но реальные причины, как вы понимаете, немного другие. Тут есть как минимум две причины. Во-первых, традиционное, негативное, критичное отношение порвано лично премьер-министра Венгрии к Украине, нынешней венгерской власти к Украине. Стремление, вот это важный момент, стремление вынудить Украину к уступкам по статусу венгерского национального меньшинства в Украине. В начале недели об отказе поддержать новый пакет помощи Украине заявил и глава венгерского МИДа, указав, что долгосрочные планы плохо работают. Мы готовы продолжить финансовую поддержку на двусторонней основе, на основе двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией. Но мы, безусловно, не будем поддерживать какие-либо общие заимствования ЕС в этой сфере. Но, судя по тогда же заявленной очередной критике европейских санкций против России, плохо работают недолгосрочные планы. Просто кто-то слишком хорошо работает с Россией. Политическое поведение Орбана крайне опасно. Оно ослабляет санкции ЕС против России. В Евросоюзе же понимают, что за сопротивлением Будапешта стоит желание самим получить европейские дотации. Это простой шантаж. Такая позиция Венгрии вызвала разочарование в Брюсселе, Берлине и других столицах ЕС. Четыре чиновника и дипломаты ЕС заявили политику, что они рассматривают блокирование Будапештской помощи Украине как тактику шантажа, чтобы добиться для себя более 13 миллиардов евро. Дело в том, что из-за проблем с соблюдением демократических ценностей, особенно в вопросе верховенства права, Венгрии грозит безденежье. Если Венгрия этого не будет делать, то тогда возможны внутренние финансовые санкции Евросоюза против Венгрии. То есть лишение субвенции, дополнительной финансовой помощи Венгрии. А это риск для Орбана, потому что у него популистская социально-экономическая политика и без денег из Брюсселя он не может в полном объеме реализовывать свою популистскую социальную политику. Но у европейских стран на заигрывание Венгрии есть свой ответ. Сейчас ЕС сдерживает доступ Венгрии к почти 6 миллиардов евро с фонда по восстановлению после коронавируса и требует дальнейших судебных реформ. Абсурдная ситуация, которую я действительно не понимаю. Я не понимаю, почему они продолжают приходить сюда и брать европейские деньги, если они не верят в европейские институты и в европейские ценности на самом деле. А Германия очень сомневается в политической воле правительства Орбана провести необходимые реформы не только на словах, но и на деле. Вот это как раз отражение ситуации. Орбан же про это прекрасно знает. Поэтому он пытается давить на Брюссель. Но у Брюсселя, а также у Берлина есть мощные инструменты давления на Будапешт. Это также финансовый инструмент. Поэтому парламент Германии выступил за то, чтобы блокировать выделение 7,5 миллиардов евро Венгрии от Европейского Союза, пока страна не проведет необходимые реформы, обеспечивающие, собственно, верховенство права. Три правящие партии Германии уже обратились таким призывом к канцлеру Олафу Шольцу. Скорее всего, будет найден компромисс. Думаю, что венгры захотят уступок по двум вопросам. Во-первых, чтобы все-таки выделили субвенции из европейского бюджета. Мол, если вы помогаете Украине, то вы должны помогать и венгрии, которые являются членами Евросоюза. То есть, чтобы против них не ввели вот эти внутренние санкции. Второе, где они тоже будут требовать для себя уступок. Вот в этом пакете макрофинансовой помощи, там речь идет о разных формах поддержки Украины. В том числе, помощи, которые должны оказывать напрямую через бюджет отдельных стран. То есть, не только из бюджета самого Евросоюза в целом, а и через бюджет отдельных стран. Вот я думаю, что Орбан хочет добиться для себя исключений, чтобы Венгрия либо вообще не оказывала прямой помощи Украине своего бюджета, либо чтобы эта помощь была меньше. Так что, выторговав для себя выгоду, Венгрия хочет того или нет, но поддержит общеевропейский настрой, как и было до этого не один раз. Субтитры создавал DimaTorzok